Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Вот мы вам постоянно рассказываем и показываем различные рок-путешествия, обзоры спектаклей, концертов, показываем различные бэкстейджи со съемок наших клипов, и рассказываем про свой сериал, а вот о том, как мы создавали свою репетиционную базу, до сих пор ничего не рассказали. А это наверняка будет интересно многим, не только рок-музыкантам, но и вообще людям, интересующимся музыкой. Как все это происходит и с какими трудностями и задачами сталкиваешься на этом пути. И вот в преддверии нашего первого онлайн-концерта, который будет проходить именно на нашей новоиспеченной репетиционной базе, мы решили исправить эту свою недоработочку и рассказать вам, как мы создавали свою, как говорят музыканты, репу. От задумок, проектирования, строительства, устройства вентиляции, освещения, звукоизоляции, оснащения звукоусиливающим и звукозаписывающим оборудованием до сегодняшнего, уже удобоваримого функционального состояния. Вы спросите меня, а почему мы хотим создать собственную базу, а не арендовать ее, как это обычно делают практически все музыканты? Ведь в Москве масса репетиционных баз и аренда там почасовая и достаточно недорогая. На что я вам отвечу. У нас задача серьезная, чем просто собраться и поколотить в барабаны с гитарами. Мною поставлена задача создать самобытную, оригинальную и музыку, и группу международного класса, как бы это смешно кому-то не показалось. То есть создать музыку неподражательскую и с очень приличным, достойным звуком. А для этого не годятся временные базы с чужой, зачастую некачественной аппаратурой, которой пользуются и настраивают и перестраивают многие музыкальные коллективы, пользующиеся этой арендованной базой. И где непредсказуемо поведение не только аппаратуры, но и собственников этих баз, которые могут и продать помещение, и перепрофилировать, или вообще обанкротиться. Вот с учетом поставленной мною большой задачи и для создания стабильных и комфортных условий для репетиций, мы и пошли на затраты по созданию собственной базы. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы будем показывать вам такой мини-сериал о том, как мы создаем свою собственную репетиционную базу. Вот сегодня мы и начнем. В этом здании, в офисном, мы зарендовали подвальное помещение, и там начинаем ремонт. Пойдемте, буду все показывать и рассказывать. Уважаемые любители рок-музыки, но для того, чтобы вы имели полное представление о создании базы, в том числе и по срокам ее устройства, я должен обязательно вам сказать, когда мы начали ее строительство. А задумали мы всю эту эпопею в начале 2020 года. И приняв такое решение, в феврале взяли помещение в долгосрочную аренду. Но в конце марта правительство уже объявило локдаун в связи с эпидемией коронавируса. Тогда мы еще не понимали серьезности всего происходящего с этим ковидом. И не останавливали реализацию своей задумки ни на минуту. Ну вот, это наша будущая репетиционная база. Ну, согласно поэтажного плана, здесь вот 35 метров помещение под самую репетиционную базу, где будет находиться аппаратура музыканты. Значит, здесь у нас будет сидеть, звукорежиссоваться, записывающая аппаратура здесь будет находиться. Здесь 16 метров, здесь 35, здесь 16 метров. И здесь у нас будет лодовка для различных запасных музыкальных инструментов, ну и других необходимых запчастений. Мы здесь уже начали, уже немножко начали. Уже мы выделили это окно. Режиссерской здесь будет звуконепописаемое стекло. Здесь уже начали, где сделали вентиляцию, подачу воздуха и вытяжку. Осталось сделать самое сложное. Осталось сделать звукоизоляцию, чтобы она держала на минимум 100 вицебелла. Это лучше 120 вицебелла. Потому что музыка тяжелая, бас, барабаны, это будет передаваться. Поэтому это главная задача. И тут возникла у нас большая проблема. Ну, во-первых, связанная с коронавирусом. Почему? Потому что никто не работает. Те фирмы, которые занимались звукоизоляцией, они практически все ушли на режим карантина и в нерабочие дни. И потом столкнулись проблемы подбора материалов. Оказывается, материалы, опять-таки, в связи с этим карантином, в основном материал этот звукоизоляционный, западный. Поставки прекратились. Вот вкратце рассказал для начала. Будем надеяться, что все у нас получится. Сложно еще будет, конечно, звукоизолировать сами воздуховоды. Это не так-то просто. Потолок, стен, воздуховоды. Будем делать. И вам рассказывать. Потом попробуем, как оно делается. Всем привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Расскажет рокер Валащук